Глава Следственного комитета России Бастрыкин дал ряд поручений в связи с воспрепятствованием деятельности журналистов в Екатеринбурге. Речь, насколько я понимаю, идет о моем коллеге из прекрасной России Евгении Анисимов, его зовут, на которого в конце апреля возбудили уголовное дело по материалам журналистского расследования. Ух ты! Эта история много освещалась в СМИ, мы тоже несколько раз ее рассказывали. Я услышал утром какой-то стук, это было без 15.7 утра. У меня была дома до этого проблема со стиральной машинкой, неправильно была установлена. И почему-то я машинально подумал, что мы затопили соседей. Поэтому я не глядя открываю дверь и вдруг мне бах, удар сразу в рожу. Что удивило, практически весь журналистский цех занял тогда сторону Анисимова, за редким исключением, но об этом позже. Также в защиту ребят из прекрасной России начали высказываться политики, общественные деятели, просто уважаемые люди, которым журналисты помогли или с которыми сотрудничали в разное время. Очень плохо, что в Свердловской области объявили охоту на журналистов. То, что сейчас происходит в отношении Евгения, я считаю это полной заказухой. Оказывают откровенное давление, а именно воспрепятствуют журналистам, которые осуществляют свою законную профессиональную деятельность. Я, как и многие лично знающие обоев Евгеньев, не верю в их виновность. Считаю, что истинные причины уголовного преследования лежат совсем в другой плоскости, напрямую связанные с проникновением коррупционной составляющей во все сферы жизни страны и системы государственного управления. Более того, за ребят начали заступаться обычные люди, герои их репортажей и расследований. Слова поддержки звучали и из Челябинской и Свердловской области, со Ставрополя, из Архангельска и много-много-много еще откуда. Челябинск в защиту, безусловно, хочет поддержать прекрасную Россию. Мы хотели от имени Союза садоводов Попов-Лог обратиться в исключительно жесткой форме к правоохранительным органам, те, которые занимаются его вопросом, прекратить преследование и не позориться, а заниматься конкретными вопросами, связанных с расследованием действия господина Новорока на территории Попова-Лога хотя бы. Мы обращаемся еще раз к ним, иначе будем обращаться к более высоким органам, которые контролируют наши правоохранительные органы. Не надо позориться, а заниматься конкретными проблемами людей. Нет преследований у журналистов! Заявление и обращение накопилось столько, что в какой-то момент на них обратили внимание в Центральном аппарате Следственного комитета. Дело на контроле лично взял глава СК, а теперь вот поручения оттуда пошли очень, надеемся, что справедливость и законность восторжествуют, ну хотя бы потому, что, скажем, статью 144 УК о воспрепятствовании той самой законной журналистской деятельности никто не отменял. Впрочем, сейчас остановимся, но нам подробнее, это реальная журналистика. Поехали! Конечно, конечно, кто-то мне обязательно напишет, но вот опять ты про какую-то справедливость и законность заговорил, что за детский лепец, смешно ей богу. И уже, кстати, такие комментарии появились в нашем телеграм-канале после публикации, сделанной накануне, да. Если кто-то еще не подписался на наш телеграм, милости просим, ссылка будет в описании к данному видео и в закрепленном комментарии на Ютьюбе, ну да мы отвлеклись, а вот теперь, позволю себе парировать. Дело в том, что люди, которые так пишут, они просто слишком политизировались, что ли, и очень часто смотрят на происходящие процессы с точки зрения так называемых политических преследований. Вот только в этом ваша ошибка. Потому что в данном случае, в случае с Анисимовым, никакой политики нет. Более того, он и его команда в принципе политикой не занимаются. Занимаются они чистой журналистикой. В большей степени даже социальной, разумеется. Без критики представителей власти огромное количество их материалов не обходится. Но в этом нет ничего сверхъестественного. Критиковать чиновников за беды и чаяния граждан – это тоже работа журналиста. Просто на фоне бесконечной пропаганды мы все как-то забыли об этом, что ли. Вот в этом, собственно, главный смысл. А не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти. Она должна быть, она должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти. Власть в этом заинтересована. Так вот, на самом деле, в том расследовании, после которого у журналистов «Прекрасной России» начались проблемы, действительно не было никакой политики, они рассказывали о них совсем понятных и даже сомнительных схемах с землей в Екатеринбурге и в области. Вследствие чего огромные дорогостоящие участки оказались в частной собственности. Ребята просто задавали вопросы. Как? Почему вдруг возникает дело о клевете? Появляются какие-то СМИ, вероятно, ангажированные, которые начинают лить грязь, распространяя слухи, сплетни, домыслы про фейки от Абарами и что-то писали. Про критику политического руководства страны даже проверять надо своей выставой, простите, информацию. Дорогие не коллеги или вас оному не учили. А нам и что? А нам и нормально. Вот к слову, чтобы за примерами далеко не ходить, почему я делаю выводы проангажированной с некоторых местных СМИ? Ну вот не будем говорить об откровенных уголовниках, на которых клейма оставить негде, не хочу. Противно, давайте о более серьезных изданиях. Например, «Коммерсант Урал, пожалуйста». Стадия 24 апреля, написанная, насколько я понимаю, по горячим следам, в тот самый день задержания главного редактора «Прекрасной России» и обысков у них в офисе, цитирую буквально. Ну, что пишут, ребятишки? По сведениям источника, Евгений Анисимов принимал участие в работе сетевого издания «Адат». Тут, надо сказать, признанный экстремистским и запрещено в РФ. Какого источника? С какого потолка вы вообще это взяли? Дальше, впрочем, еще бредовее и смешнее. Накануне, пишут они же, журналисты проекта заявили, что проведут пресс-конференцию, посвященную, вот это вот важно, внимание, вскрывшимся фактам махинации с землями. Тут же вспоминаем про запрещенные экстремистские ада. Да как одно с другим стыкуется? Не спрашивайте. Ну, потому что это какая-то муть и мутная, набор букв, фуфло, простите мне, мой французский. Так вот, проведут пресс-конференцию, пишут в коммерсант Урале, где предоставят все необходимые документы. Однако, и вот тут вообще у Катайка начинается, после задержания Анисимова пресс-конференция не состоялась. По какой причине, выяснить не удалось. Дозвониться до организаторов тоже? Действительно, человека просто в СИЗО увезли, в офисе у него обыски идут. По какой причине пресс-конференция не состоялась им, непонятно, блин. Слушайте, ну не полились бы хоть так-то явно. Меня опять терзают смутные сомнения. Еще раз, не было в том расследовании никакой политики, тем более фейков об армии. Ну, сами же они написали о махинациях с землей. В Екатеринбурге речь, при чем тут армия и высшее политическое руководство страны? Зачем вы его-то туда приплетаете? Очевидно, что это чисто коммерческая история. Возможно, даже заказная ребята еще раз рассказали о некой сомнительной, на их взгляд, схеме, вследствие которой часть муниципальных земель Екатеринбурга и Свердловской области перешла в частную собственность. Попросили силовиков обратить внимание на эту историю и даже объявили о пресс-конференции абсолютно открытое мероприятие, где пообещали показать документы, на основании которых расследование проводилось. В тот же день у них начинаются проблемы. Ну, по-моему, правда. Тут все ясно, как божий день. Только по нашим репортажам было возбуждено в прошлом году шесть уголовных дел, пять тем же самым следственным комитетом, одной МВД, сменился целый мэр Перми, более чем миллионного города. И как бы всегда мы ожидали вот такую реакцию, и она была. Реакция, которую мы сейчас увидели, это впервые за 25 лет моей журналистской практики. Вообще, конечно, хочется напомнить многим моим коллегам, особо забывчивым, и не только коллегам, впрочем, вообще. А мы ведь когда-то через подобные ситуации проходили, не помните? В конце 90-х, в начале 2000-х подобное довольно часто случалось, когда отдельные индивидуумы, желающие, например, набить карманы за чужой счет и за счет государства в том числе, продействовали похожим образом. И снова, дабы за примерами далеко не ходить, там или очень далеко не ходить, был, помню, на Урале такой бандит, Паша Федулев, промышлявший рейдерством, причем он не мелочь по карманам тырил. Огромные предприятия отжимал, градообразующие даже, заводы, фабрики, колхозы и совхозы, схемы Паша использовал следующее, запоминайте. Инициировал какое-нибудь дело, желательно уголовное. Лоббировал его, затем в судах, ну или проплачивал нужное решение, для придания пущей видимости, законности. Скупал пачками журналистов и даже целые СМИ, а дальше? Шумиха в прессе, маски-шоу, все, завод твой. Ничего не напоминает? Нет. Я обо всем этом, ну, про Пашу Федулева в смысле, рассказывал в нашем проекте «Гоп Стоп Менеджмент». Можете найти его у нас на канале, посмотреть, кто не видел. Ссылку тоже оставлю в описании к этому видео. На всю страну Федулев прославился в 90-е громкими силовыми захватами предприятий. Тавдинский, Лобвизный, Гидролизный, Баранчинский, Электромеханический, Богдановический, Фарфоровый и Камышловский завод строительных материалов. А еще Уралхимаш, Оборонснабсбыт, Мясокомбинат Екатеринбургский. Вот далеко не полный список активов в империи Федулева, которые он украл всего за несколько лет. А вот теперь самое интересное. Однажды Паша всем надоел, даже своим заказчикам и покровителям. Он реально наворотил столько. Вокруг него так дурно пахло, в какой-то момент Федулев просто стал токсичным. И его, как думаете, что правильно, слили. Не помогли ни деньги, ни связи, ничего. Ого, поехал отдыхать на 20 лет, причем там ему еще докидывают сроки. Не уверен, что чувак вообще когда-нибудь на свободу выйдет. Скандально известный бизнесмен и рейдер Павел Федулев сегодня выступил в Кировском суде с последним словом. Его и трех его подельников обвиняют в хранении оружия. Напомню, в ноябре 2011 года в дачном поселке на 9-м километре Пермского тракта сотрудниками ФСБ были обнаружены два схрона с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Следствие установило, что арсенал принадлежал банде Федулева. Отмечу, он уже осужден на 20 лет за организацию убийств и рейдерских захватов. В случае, если его вина и в этот раз будет доказана, подсудимому грозит пожизненное заключение. И да, кстати, многие из тех, кто на Пашу тогда шестерили, тоже попали под раздачу. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, а кто-то и самую дорогую цену заплатил. Иных уж нет, а те далече, как гласит небезызвестная поговорка. Конечно, никто сейчас, по прошествии времени, не подтвердит связь Федулева, который получил вот такой срок, да получает еще, так сказать, по всяким эпизодам, связь Федулева с руководителями города и области. Но без нее, совершенно право, у него бы просто ничего не получилось. Ну, а вообще, я к чему сейчас про Федулева-то вспомнил? Да не знаю, что-то вспомнилось, показалось, может быть, что-то общее. Ну, а возвращаемся к нашим баранам, что до контроля за этим делом? Вот за этим, Анисимовским со стороны Центрального аппарата Следственного комитета, с чего как раз начали. Тут я, впрочем, могу высказывать лишь предположения, но что-то подсказывает, что большие дяденьки оттуда не захотят никого покрывать. Ну, во-первых, история действительно с душком. Во-вторых, те, кто там сидят, они ведь не очень любят, когда местечковые князьки начинают уменить себя конкретными папиками, и уж тем более идут в разнос. Ну, а в-третьих, вот это, наверное, самое важное. Поводом, как я понимаю, ну, чтобы взять это дело на контроль, послужило видеообращение, вот это вот сейчас покажу, жителей урочища Попов-Лок в Екатеринбурге, которые опасаются остаться без единственного жилья, цитата, кстати, из Следственного комитета, журналист опубликовал расследование о возможных противоправных действиях предпринимателя, который планирует осуществить снос домовладений в нескольких СНТ, и последующее строительство на них, на этих территориях новых микрорайонов. Мы хотели от имени Союза садоводов Попов-Лок обратиться в исключительно жесткой форме к правоохранительным органам. И вот теперь изюминка на торте, потому что этих жителей там аж 7 тысяч человек. 7 тысяч на минуточку. Вот поэтому я и говорю в-третьих, внимание, вопрос. Как думаете, нужен кому-то возможный кипиш такого масштаба? 7 тысяч человек могут без домов лишиться. Да, и я не думаю, что они будут слишком счастливы, я не думаю, что они будут отсиживаться на кухнях и помалкивать. А самое главное, из-за чего, из-за кого все это может произойти? Из-за того, что какие-то региональные коммерсы решили денег срубить. Вы правда думаете, что там, в Москве, кто-то побежит за этих хоммерсов после этого заступаться? Вы кто такие вообще? В общем, переваривайте пока услышанные. И да, вот это важная информация. В свете последних событий у ребят из прекрасной России возникли финансовые трудности. На них наложили ряд запретов, ограничений. Полноценно работать они сейчас не могут. Растут долги по аренде, выплаты по кредитам и так далее. Я предлагаю помочь, кто чем может, номер банковской карты Жени Анитимова. Вы видите сейчас на своих экранах, продублирую его также в описании к этому ролику. Поймите одно. Чем меньше останется настоящих журналистов, действительно помогающих людям, тем хуже будет всем нам. А на пропаганду-то ведь надежды никакой. Эти точно не помогут. Эти только пилить, рубить, косить умеют. Все. Реальная журналистика сегодня. Вот так подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока.